Добрый вечер. Я Татьяна, это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о коронавирусной болезни и рассказываем официальное мнение о самих мифах и реальностях этой проблемы. Холодная погода и снег не могут убить новый коронавирус. Нет оснований полагать, что холодная погода может убить новый коронавирус или другие заболевания. Нормальная температура человеческого тела остается около 36,5 градуса Цельсия до 37 градусов Цельсия, независимо от внешней температуры или погоды. Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса – это часто чистить руки спиртовой салфеткой или мыть их водой с мылом. Принятие горячей ванны не помешает вам заразиться Чавит-19. Ваша нормальная температура тела остается около 36,5 градуса Цельсия до 37 градусов Цельсия, независимо от температуры вашей ванны или душа. На самом деле, принятие горячей ванны с чрезвычайно горячей водой может быть вредным, так как может обжечь вас. Лучший способ защитить себя от Чавит-19 – это часто чистить руки. Делая это, вы устраняете вирусы, которые могут быть на ваших руках, и избегаете инфекции, которая может возникнуть при прикосновении к глазам, рту и носу. Новый коронавирус не может передаваться через укусы комаров. До настоящего времени не было ни информации, ни доказательств того, что новый коронавирус может передаваться комарами. Новый коронавирус представляет собой респираторный вирус, который распространяется главным образом через капли, образующиеся, когда инфицированный человек кашляет или чихает, или через капли слюны или выделения из носа. Чтобы защитить себя, часто мойте руки спиртовой салфеткой для рук или мыть их водой с мылом. Кроме того, избегайте тесного контакта с кем-то, кто кашляет и чихает. Принятие горячей ванны не помешает вам заразиться ЧАВИД-19. Ваша нормальная температура тела остается около 36,5 градуса Цельсия до 37 градусов Цельсия, независимо от температуры вашей ванны или душа. На самом деле, принятие горячей ванны с чрезвычайно горячей водой может быть вредным, так как может обжечь вас. Лучший способ защитить себя от ЧАВИД-19 – это часто чистить руки. Делая это, вы устраняете вирусы, которые могут быть на ваших руках, и избегаете инфекции, которая может возникнуть при прикосновении к глазам, рту и носу. Может ли ультрафиолетовая лампа для дезинфекции убить новый коронавирус? Ультрафиолетовые лампы не должны использоваться для стерилизации руки или других участков кожи, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи. Насколько эффективны тепловые сканеры при обнаружении людей, зараженных новым коронавирусом? Тепловые сканеры эффективны при обнаружении людей, у которых развелась лихорадка, то есть температура тела выше нормальной, из-за заражения новым коронавирусом. Тем не менее, они не могут обнаружить людей, которые заражены, но еще не заболели лихорадкой. Это потому, что проходит от 2 до 10 дней, прежде чем инфицированные люди заболевают и поднимают температуру. Вакцины против пневмонии защищают вас от нового коронавируса? Нет. Вакцины против пневмонии, такие как пневмококковая вакцина и вакцина против гемофильной инфекции типа B, ИП, не защищают от нового коронавируса. Вирус настолько новый и необычный, что ему нужна собственная вакцина. Исследователи пытаются разработать вакцину против 2019 танков, и ВОЗ поддерживает их усилия. Хотя эти вакцины неэффективны против 2019 танков, вакцинация против респираторных заболеваний настоятельно рекомендуется для защиты вашего здоровья. Может ли употребление чеснока предотвратить заражение новым коронавирусом? Чеснок – это здоровая пища, которая может иметь некоторые противомикробные свойства. Тем не менее, в настоящее время нет данных о том, что употребление чеснока защитило людей от нового коронавируса. Существуют ли какие-либо специальные лекарства для профилактики или лечения нового коронавируса? На сегодняшний день не существует специальных лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения нового коронавируса – 2019 танков. Тем не менее, инфицированные вирусом должны получать соответствующую помощь для облегчения и лечения симптомов, а лица с тяжелыми заболеваниями должны получать оптимизированную поддерживающую помощь. Некоторые конкретные методы лечения находятся в стадии изучения и будут проверены в ходе клинических испытаний. ВОЗ помогает ускорить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с рядом или партнерами. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.